итак мы продолжаем делать каркасный дом у нас уже идет полным ходом финишная работа доклеиваем обои укладываем плитку на пол вот и так с виду не скажешь что это каркасный дом натянули потолки в некоторых комнатах уже вот вопрос такой хотела заострить внимание почему могут лопаться швы особенно внутренние вот в чем причина и бывает лопается так сильно в каркасном доме что это даже заметно через обои бывает вот сейчас наглядном случае покажу у нас есть такой один угол это на мансарде вот обратите внимание вот он проблемный угол вот хотел немного сказать почему такое могло быть ну во первых основная причина это влажная доска то есть получается у нас сделали финишную отделку дашка доска еще была влажная потом запустили отопление вот получается начало топить доска частично стала высыхать из-за того что теплый воздух уйдет вот и вот эта трещина стала образовываться вдобавок лето еще то есть когда было то есть у нас уже прошло где-то порядка трех лет как этот дом был построен вот но влага была то есть влага стала исчезать когда запустили отопление у нас на первом этаже теплые полы соответственно здесь получается самый жар поднимается вверх то есть у нас получается только вот этот угол самый такой уязвимый вот дальше у нас если посмотреть там незначительно с этой стороны с этой стороны все в норме то есть это вот именно тот угол потому что поднимается жар грубо говоря те стропилы резко высыхают и даже несмотря на то что у нас каркас сделан на профиля у нас получается это место резко дерево сыграла усохла и соответственно подтянула за собой всю конструкцию то есть получается на вот это усыхание как раз образовалась трещина поэтому такой совет не экономьте на просушенной доске то есть делайте каркасный дом чтобы потом не переделывать потому что как бы вы ни старались как бы не обвязывали швы у вас все равно дерево за собой поведет что дерево очень большая сила и трещина по-любому образуется то есть конечно по центрам по середине это не так заметно вот но угол это самое уязвимое место потому что в этом месте уже никуда не деться каркасу только как вот сыграть вместе с доской поэтому еще раз хочу сказать о том что не экономьте на доске просушивайте доску чтобы она была сухой вот на этом все какие то вопросы остались пишите до новых встреч